здравствуйте мои дорогие приветствую вас на своем канале о том о сём с ксюшей этот канал из норвегии и сегодня суббота и я решила пойти за грибами вы знаете так хочется опять поэтому я сегодня на тихой охоте за опятами и взяла с собой маму а знаете почему у нее такая вот красная шаль на плечах потому что в норвегии сейчас охота и поэтому очень опасно ходить за грибами если на вас нету чего-то яркого потому что вас могут принять за оленя и могут застрелить знаете недавно читала в газете что в швеции одного мужика застрелили вот так вот нечаянно пошел за грибами вот так приняли его за оленя вроде как человек и олень это одно и то же но мы так чтобы на сто процентов потому что когда прошлый раз мы ходили туда за грибами там были такие вот охотничью водя то есть такая вот охотничья стойка сооруженная прямо в лесу и они там залазят и ждут когда олень придет поэтому нам как-то не очень хочется чтобы на зале не приняли поэтому надо громко разговаривать петь шуметь и иметь красную или яркую одежду мама очень надеется что она найдет сегодня опята она очень любит опята давайте поищем да уже осень домой хочешь мам хочу дома делать в украину не хочешь хочешь ты не хочешь я уже здесь настолько долго я просто приняла эту жизнь и поняла что ту же я уже потеряла там уже не будет то что было до того будет уже совсем по-другому я думаю что мне здесь будет лучше у тебя здесь дети внуки у меня здесь дети там никого нету тема еще не мог никак не может принять он все собирается да папа у нас конечно тяжело это все воспринимает он конечно хочет назад а я уже не хочу назад естественно там просто оставила это как прошлая жизнь кусочек прошло иногда грустно конечно не тоже грустно сколько там вещей там все все что я целую жизнь строила такова же и таковы правила моей жизни я должна подстраиваться по новому в новой стране в новой жизни рядом со своими детьми это моя карта я должна быть детьми искать опята опята это главное опята это главное посмотри его я и ежевики с удовольствием она ежевики тоже любит и белые и подбереза летел но самое любимое это опята самые любимые опята я очень люблю ежевики больше чем опят да уже осень уже все деревья почти листочки потеряли уже скоро рождество красиво мама говорит да мама очень красиво да вид очень красивый только конечно дождь плохо что видно и уже осень но красиво полезли дома в лес мама палку забыла да ладно еще я должна за вас думать господи ходила вся жизнь ходила без палки а сейчас ей палку надо блин ты вроде как в украине с палкой ходила короче мама по болоту дивись ты не увязни спасибо купили взять мне хорошие сандали когда леса догребемся таки где-нибудь тут застрянем мы вон тот лесочек идем потому что там в том лесочке грибочки были несколько лет назад их столько было загребли лес опять еще в упорный бачу и кисера ежки ежиков тоже нету ну принципе мы столько зашли поэтому вот видите каких-то очень много вот таких вот грибочков говорят тоже съедобные грибочки но знаете я их не очень не знаю надо почитать их очень много правда этих грибочков но у нас сегодня цель найти опята да мама иди сюда мама не иди сюда бо я загриблю и обойди по лесу не иди бо воно засосе болото мама родная я прямо в саму это загрязла бачи не не набрала по сапоги ж хорошие подожди я тут господи так надо выходить на дорогу мама родная який лес глухо не надо валить отсюда вы шо ребята ой мам тут шось таке страшное надо вниз эти фу мама родная бихте надо я не я не олень я не олень я человек опята ложные нашли ядовитые ядовитые короче мама мы заблокали я вообще даже не знаю деми подивись який лес кругом куда я не знаю это так нам кажется короче ребята заблудились конкретно одни горы сучки олень и тропы и наверное охотники кругом сидят ждут никаких грибов мама ты хочешь опять она уже опять не хочет короче я так устала как собака я не знаю будем дальше лезть я не знаю мама ты бачишь что ты полностью мы бы просто реально заблокали такие лес крутой просто дивись мама родная ну что все таки куда ну там и вниз пидемом куди там обрыв там обрыв мама я там дивилась короче я устала не хочет никаких грибов бля шампиньонов и ты куплю тебе мама замаринуюсь и что ты хочешь с ними зробить господи кошмар я не знаю даже не знаю куда идти не реально я правда не знаю куда идти тут даже не на камеру короче мама переворачиваю куртку и одеваю на чем мы отсюда не выгребимся помнишь у меня есть видео на канале моем если вы заблудились то нужно одеть куртку вверх ногами и хульдра вас сразу выведет кто такая хульдра наизнанку то такая хульдра вы можете найти на моем канале ссылочку я оставлю под видео в описании если мы сегодня выгребимся а нет то вы этого видика не побачить вылезли мама нашли вывернуто все блукалы фух ну и лес надо в другую тимошь ну он же тут мы заходили маму дивись о мы тут залазим выхода ты бачишь зеленый домик домик вот увидишь зеленый вот там они сидят олене сюда выходят и они их стреляют я не знаю так близко к дороге люди тут ходят я тоже не знаю мама гляньте что я нашла давай еды туда мама еды так интересно же цари ступенечки пошли куку куку ушел и сделаешь ради того чтобы вам показать что внутри вот что не сделаешь что не сделаешь а я откуда знаю мама я сама боюсь валить отсюда надо вот и на ежевички набрели на моем канале есть видео о ежевиках это самый безопасный гриб норвегии если кому интересно то загляните ссылочку и оставлю под видео в описании и вот набрели мы на лисичку трубчатую или ворончатую как ее называют семейство лисичковых пользуется в норвегии большой популярностью растет преимущественно хвойных и смешанных лесах а главное во влажных местах и в норвегии таких влажных мест очень много особенно в бергене встречается большими группами появляются обычно в конце сентября и до самых морозов гриб получил название из-за особенности строения шляпки напоминающий кубок вина и если присмотреться то очень похож на лисичку получается как бы сестричка норвежцы этот гриб называют траккантарелл и используют в основном в соусах супах пиццы рисота раку а также этот грибочек можно высушить размолоть на кофемолке и использовать как специю жизненно важно не спутать лисичку трубчатую самым опасным грибом норвегии паутинником красивейшим в норвегии его называют спис gift слюсов и не потому что они особенно похожи а потому что имеют схожий цвет место произрастания иногда даже срастаются вместе этот гриб смертельно ядовитый он содержит медленно действующие токсины вызывающие почечную недостаточность поэтому важно не перепутать его с лисичкой трубчатой что мама вы довольны и наши любите люди добре чего она нагребла в лесе по мне то это сами настоящие поганки не знаю хай консультируй на ком будем испробовать я такого есть не буду я такую хорошую страну приехала чтобы тут померти от дерьма не 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 а это мне нравится это хорошие грибы они спробованы были уже а ты тоже сказала что они были поганни в начале сказала есть не буду ну я же дивилась твою передачу как ты ходила в ботанический сад то я бачила что то есть есть листовый грибы опять не мам опять нам а может даже не шукать все в городе без по паркам вот сегодня была наша тихая охота на охотились а а сейчас уже все домой поздно уже кстати в лесу видите как темнеет все вот и закончилась наша тихая охота насобирали немножечко ежевиков и немножечко 3 контора как норвежцы называют но приду домой пойду спрашивать у гугли еще у нас есть соседка которая тоже хорошо разбирается в грибах поэтому надо узнавать новые грибы норвежские я буду так сказать первой открывателем для меня просто никогда их не собирала их никогда не видела но многие говорят что в норвегии они собирают они очень вкусные и считается одним из лучших грибов если вам понравилось видео ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал а то мосем с ксюшей может быть он вам будет чем-то полезен а может просто интерес пока 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 пудрочка все грибочки я помыла перебрала каждый грибочек обсмотрела что вот такая вот вороночка внутри было чтобы не перепутать ядовитым грибком грибочки оказались очень хорошие я их посушила и на зиму заготовила а